Перед просмотром прошу вас подписаться на канал. В Тбилиси полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона акции протестующих против скандального закона об иноагентах, в правоохранителей полетели коктейли Молотова. Грузия протестует, спецназ применяет слезоточивый газ, люди перекрывают дороги. Все из-за инициированного депутатами движения «Сила народа» законопроекта, который предусматривает создание реестра агентов иностранного влияния. Такими агентом станут некоммерческие организации и СМИ, более 20% годового дохода которых составляет зарубежное финансирование. Зарегистрированные в качестве агентов организации должны будут ежегодно подавать финансовую декларацию. Тому, кто попытается уклониться от регистрации в качестве агента или не подаст декларацию, будет грозить штраф в размере 25 тысяч грузинских лари, около 9,5 тысяч долларов. Министерство юстиции для выявления агентов иностранного влияния и проверки выполнения требований закона получит право проводить мониторинг, а чиновник, уполномоченный проводить такой мониторинг, добывать необходимую информацию, в том числе персональные данные. «Принятие данного закона значительно повысит качество информированности общества, что поможет людям в принятии правильного решения», заявил перед внесением законопроекта в парламент депутат Гурам Мачарашвили. Он уверяет, что законопроект в основном скопирован с американского закона и доработан с учетом «лучших практик» демократических стран. При этом посольство США в Тбилиси назвало принятие закона в первом чтении «Черным днем для грузинской демократии». Подобный закон действует в России, где клеймо «иностранного агента» ассоциируется со «шпионом». Президент Грузии Соломе Зурабишвили в экстренном обращении во вторник из Нью-Йорка, где она сейчас находится с визитом, обратилась к участникам протестов против противоречивого законопроекта об иноагентах и выразила им свою поддержку. «Обращаюсь к вам, кто стоит сегодня вечером на Руставели, потому что я была там много раз. Вы представляете свободную Грузию. Грузию, которая видит свое будущее в Европе и не позволит никому лишить ее этого будущего», – подчеркнула она. Президент Грузии подчеркнула, что законопроект об иноагентах не нужен стране, и заявленные ранее обещания власти направить его в Венецианскую комиссию не имеют смысла, потому что она очень хорошо знает, что это за закон. «С первого же дня я говорила, что наложу вето на этот закон. Обсуждать его подробности не считаю нужным», – подчеркнула Зурабишвили. Однако, парламент имеет возможность преодолеть президентское вето, как это уже было в прошлом году относительно так называемого закона о прослушке, который критиковали Европейский Союз и правозащитники. Субтитры создавал DimaTorzok